Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я выращиваю саженцы грецкого ореха на подоконнике. Обычно я выращиваю на улице саженцы, но есть вариант такой, что можно и подоконники, чтобы весной были готовы саженцы. Для этого я взял посуду уже повыше, подготовил, чтобы корни длинные ореха, чтобы место было где развиваться. Сделал дренажные отверстия и грунт. Обычно я беру с огорода, грунт обыкновенный, и орехи осенние, прошлогодние. Выбираем немножечко рукой, ну, как я назвать это, ну, короче, полегкаем, чтобы тяжелее орехи, орешина была, ну, чтобы полноценная, более уверенная. И еще вмешаю в грунт. Вмачивать я не вымачиваю. И, конечно, чуть-чуть сразу польем. Ну, не вымачиваю, потому что, чтобы равномерно влагу набирал орех, в противном случае она будет сгнивать, если больше влаги, чем надо. Ну, еще накрываю землей. Вот это сантиметров 4-5 см. Сейчас Трумбовываем немножечко, потому что при поливе все равно будет оседать и будет ямки. Все посыпали. Ну, и полив, конечно, обязательно сейчас это впитает и будет достаточно на несколько дней. Ну, после этого, конечно, не забыться время от времени поливать. А, помешать, конечно, потом, потому что дренажное отверстие, чтобы не вытекало на подоконник. Ну, и помешаю подоконник. Главное, чтобы не было так, что где солнце печет. Ну, чтобы не сварились вот это, ну, земля согреется и нужно, чтобы семена не сварились. Ну, и поливом, конечно, не переборщить. И, конечно, и недолива тоже нельзя. В меру, короче, все. Ну, все, ждем уже всходов. Ну, конечно, не так быстро, не так, как там салатные растения, чтобы взошел орех. Ну, где-то на течение месяца должен зайти. Все, ждем. Прошел месяц, как я произвел посадку ореха. Ну, а теперь вот росток такой же простенький, хорошенький. Ну, уже дня три уже, как вылез, был маленький. Ну, надо было тогда снять, ну, только что освещение не особо было так. Поэтому немножечко ждал более нормальное, подходящее освещение. Ну, а так, очень даже хороший, обнадеживающий. Влаги хватает. Ну, крышок даже вот сбоку немножечко видно. Ну, глубины посуды тоже нормальные. Корни пока внизу не видно. Ну, то есть, пока высадить вполне хватит места в посуде. Ну, а так, больше так. Главное, чтобы поливом не задерживать. Ну, и, конечно, и не переборщить, а то можно сгроить. Ну, и время от времени, конечно, поворачивать его на 180 градусов. Вот, чтобы, видите, коса растет. Это, ну, на солнце поворачивается. Ну, чтобы выпрямился, ровно так, более сметричный рост. Ну, так все, ждем дождейшего роста. Прошел месяц после того, как появился всход ореха. Ну, вот смотрите, каким вырос. Уже настоящая нормальная саженность. Вот сейчас пересажай. Ну, вот размером четверть. Ну, это где-то 18 сантиметров. Может 19, уже линейка не мерил. Ну, а так, конечно, можно было бы пересажать на открытый грунт. Ну, сейчас пока холодно. Конец марта, еще морозы. Поэтому надо будет уже потепление, чтобы спокойненько уже, не боясь, высадить в открытый грунт. Ну, а так вот наблюдать пока следит за водным балансом. Время от времени. По этой необходимости поливать. Ну, вот сейчас мы поливаем. Переливать нельзя. Потому что корневая система будет развиваться слабовато. Ну, и недолив тоже недопустимо. Ну, то есть все должно быть у меру. Ну, а больше ничего. Остается ждать весны потепление, чтобы уже спокойненько высадить на открытый грунт. Прошло еще три недели. Ну, вот у нас саженец какой стал. Ну, особо-то не заметно. Немножечко вот ствол потолще стал. Ну, рост там не особо. Ну, листья побольше стали. Ну, сейчас уже погода стала нормальная. Ну, то есть весна уже. Самый раскол нету и не ожидается. Можно спокойно высадить на улицу уже в открытый грунт. Ну, для этого я сейчас сделаю луночку нужного размера. Ну, и прикинем, чтобы сильно глубоко не было или мелко. Вот, ну вот, трошки попало в крыльянцево. Ну, это ничего страшного. Главное, чтобы не переборщить. Наоборот, польза пойдет. Ну, вот, нормально все. Подогнали. Аккуратненько разрезать посуду, бутылочку. Чтобы не рассыпать землю. Ну, не разбивать это корышки. Ну, чем лучше плотнее земля сидит, не нарушена. Он лучше будет адаптироваться в земле. Быстро будет адаптироваться. Ну, а так вот сейчас покажу, как там. Видны части корневой системы. Ну, вот, посмотрите. Самый остевой корышок. Во, видите. Ну, его можно оторвать, подкорректировать. Чтоб сильно глубоко не пошло. Ну, лучше ножницами, конечно. Ну, а так вот сбоку, смотрите, тоже поспугательные корни. Ну, и все. Можно посадить уже спокойненько. Сейчас немножечко подсыпем. Утрамбовочка легкая. Ну, и полив. Ну, земля, конечно, влажная. Ну, а полив не мешает на первый раз. Это точно. Чтобы, ну, более структуру земля приняла. Ну, вот, засыпали. Ну, еще немножечко сверху. Надо будет полить. Чтобы на первое время хватило. Ну, вот и все. Посадка у нас произведена. То есть, пересадка на открытый грунт. Ну, а дальше вот на адаптацию надо будет время еще недели две обязательно. Тут единственное, что может, это листья изменить цвет. Зависимо от погодных условий. Ну, то есть, если сильно жарко будет, солнце может опалить листья. Ну, или от холода немножко. Может, он потемнет. Ну, это ничего страшного. Это только листья. Ну, и уже новые вырастут. Все будет отлично. Ну, а так. Все на этом. Если что так. Забыл, если что сказать. Спросите в комментариях. Я обязательно отвечу. Сажайте, выращивайте. Спасибо всем за внимание. До свидания.